Левит, глава 12. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилю, если женщина зачнёт и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет семь дней, как в одни страдания её ощущения, она будет нечиста. В восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его, и тридцать три дня должна она сидеть, ощущаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к свящилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни ощущения её. Если же она родит младенца женского пола, то во время ощущения своего она будет нечиста две недели, и шестьдесят шесть дней должна сидеть, ощущаясь от кровей своих. По окончании дней ощущения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу, жертву за грех, ко входу с киней собрания к священнику. Он принесёт это пред Господа, и очистит её, и она будет чиста от течения кровей её. Вот закон о родившей младенца мужеского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмёт двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит её священник, и она будет чиста. Левит, глава тринадцатая «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тело его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тело его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону и священнику или к одному из сынов его священника. Священник осмотрит язву на коже тела. Если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углублённой в кожу тела его, то это язва проказа. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углублённым в кожу, и волосы на нём не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на семь дней. В седьмой день священник осмотрит его. Если язва остаётся в своём виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие семь дней. В седьмой день опять священник осмотрит его. Если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи. И пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. И священник, увидев, что лишаи распространяется по коже, а объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит. Если опухоль на коже бела, и волосы изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже и тело его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое. Он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его. Если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тело был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его. И если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказа. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и при том малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва. И священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тело будет ожог, и на зажившем ожоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на ожоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказа. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и при том малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В седьмой день священник осмотрит его. И если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказа. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и при том малоприметно, то это опухоль от ожога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от ожога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и она окажется углубленной в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость. Это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющий язву паршивости, заключит на 7 дней. В седьмой день священник осмотрит язву. Если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь. Но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В седьмой день священник осмотрит паршивость. Если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым. Пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтовато волоса, он не чист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черный, то паршивость прошла, он чист. Священник объявит его чистым. Если у мужчины или у женщины на коже тела их будет пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, рассветший на коже, он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то он плешивый, он чист. Если на передней стороне головы вылезли волосы, то он лысый, он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы белая или красноватое на плеше его, или на лысине его, видом похоже на проказу кожи тела, то он прокаженный. Нечист он. Священник должен объявить его нечистым. У него на голове язва. У прокаженого, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его, должна быть не покрыта. И до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист! Нечист!» Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказа будет на одежде, на одежде шерстяной, или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна, или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то эта язва проказа должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит заражённую язву, заражённого на 7 дней. В седьмой день осмотрит священник заражённую. Если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая. Язва нечистая. Он должен сжечь одежду, или основы, или уток шерстяной, или льняной, или какую-либо кожаную вещь, на которой будет язва. Ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чём язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии заражённой вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего, и не распространилась язва, то она нечиста. Сожги её на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва помытия и её сделалась менее приметной, то священник пусть оторвёт её от одежды, или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это расцветающая язва. Сожги её на огне. То, на чём язва. Если же одежду, или основы, или уток, или какую-нибудь кожаную вещь вымоешь, и сойдёт с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказе на одежде шостяной или льняной, или на основе, и на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи. Как объявлять её, чистою или нечистою? Левит, глава 14. И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокажённом, когда надобно его очистить, приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана. Если священник увидит, что прокажённый исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищения двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, щервёную нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою. А сам он возьмёт живую птицу, кедрового дерева, щервлёную нить и иссоп, и омощит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живою водою. И покропит на очищаемого от проказы семь раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Ощущаемый омоет одежды свои, острижёт все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдёт в стан и пробудет семь дней вне шатра своего. Седьмой день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих. Все волосы свои обреет и омоет одежды свои, и омоет тело своё водою и будет чист. В восьмой день возьмёт он двух овнов однолетних, без порока, и одну овцу однолетнюю, без порока, и три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное, и один лог елея, священник, ощущающий, поставит ощущаемого человека с ними пред Господом у входа с киней собрания. И возьмёт священник одного овна, и представит его жертву повинности, и лог елея, и принесёт это, потрясая пред Господом. И заколит овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом. Ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмёт священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха ощущаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и возьмёт священник из лога елея, и возьмёт, вольёт на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, который на левой ладони его, и покрапит елеем с перста своего семь раз пред лицем Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха ощущаемого, на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертву повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову ощущаемого, и очистит его священник перед лицем Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит ощущаемого от нечистоты его, и после того заколит жертву всесожжения. И возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясания, чтобы очистить себя, и одну десятую часть ефу пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное и лог елея, и двух горлиц или двух молодых голубей, что достанет рука его. А одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение. И принесет их в восьмой день ощущения своего к священнику, ко входу с киней собрания перед лицей Господа. Священник возьмет овна в жертву повинности и лог елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом, и заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови в жертву повинности, и возложит на край правого уха ощущаемую, на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь. И елеем, который на левой ладони его, покропит священник справа перста своего семь раз перед лицем Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха ощущаемого, на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь в жертву повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голого ощущаемого, чтобы очистить его перед лицом Господа. И принесет одну из горлиц, или одного из молодых голубей, что достанет рука ощущаемого, из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение, вместе с приношением хлебным. И очистит священник ощущаемого перед лицем Господа. «Вот закон о прокаженном, который во время ощущения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на домы в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику, у меня на доме показалось как бы язву. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После всего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на семь дней. В седьмой день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку, которую оскоблят, высыплет вне города на место нечистое, и возьмут другие камни, и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку, и обмажут дом. Если язва опять появится и будет свисти на доме после того, как выломали камни, и оскоблили дом, и обмазали, то священник придет и осмотрит, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечистый он, должно разломать сей дом, и камни его, и дерево, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он две птицы, кедрового дерева, щервленую нить и сопа, и заколет одну птицу над глиняным сосудом над живой водой, и возьмет кедровое дерево и соп, исчервленную нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы, заколотые в живой воде, и покропит дом семь раз, И очистит дом кровью птицы, и живой водой, и живою птицею, и кедровым деревом, и сопом, и щервленой нитью. И пусть и живую птицу вне города, в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве, проказе, и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто, и когда чисто. Вот закон о проказе. Левит. Глава 15. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его, когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет имеющее истечение, нечиста, и всякая вещь, на которой сядет имеющее истечение семени, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежду свои, омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-нибудь вещь, на которой сидел имеющий истечение, тот должен вымыть одежду свои, омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющему истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И всякий, кому прикоснется имеющее истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и не чист будет до вечера. Глиняный сосуд, которому прикоснулся имеющее истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою и будет чист. А когда имеющее истечение, освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе семь дней для очищения своего, и вымыть одежды свои и омыть тело свое живое водою, и будет чист. И в восьмой день возьмет он себе двух горлиц или двух молодых голубей и придет перед лицей Господника в ходу скини собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из всех птиц одну в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его. Если у кого случится излияние семени, то он должен намыть водой все тело свое, и не чист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водой, и не чиста будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водой, и не чисты будут до вечера. Если женщина, имея истечение крови, текущее из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, не чист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении ощущения своего, не чиста, и все, на чем сидит, не чиста. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и не чист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должна вымыть одежды свои и омыться водой, и не чист будет до вечера. Если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, не чист будет до вечера. Если переспит с нею муж, то нечистота ее будет на нем. Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения, или если она имеет истечение доли обыкновенного ощущения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении ощущения своего, она не чиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет не чиста, подобно как постель в продолжении ощущения ее, и всякая вещь, на которую она сядет, будет не чиста. Как не чиста, это во время ощущения ее, и всякий, кто прикоснется к ним, будет не чист, и должен вымыть одежды свои и омыться водой, и не чист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна считать себе семь дней, и потом будет чисто. В восьмой день возьмет она себе двух горлиц, или двух молодых голубей, и принесет их к священнику, ко входу в скини и собрание. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во все сожжение, и очистит ее священник перед Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сыновы Израилю от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, а скверняя жилище мое, которое среди них. Вот закон об имеющем истечении, и о том, у кого случится излияние семени, делающей его нечистым, и о страдающей ощущениям своим, и о имеющих истечении мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистою. Левит, глава 16. 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 Левит, глава 17. Смиряйте души ваши, это постановление вечное. Ощищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых из кинию собрания. А жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сия для вас вечным постановлением, ощущать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Левит, глава 17. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви Аароны сынам его и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева или из пришельцев, присоединившихся к вам, заколет тельца или овцу, или козу в стане, или если кто заколет вне стана и не приведет ко входу с кинию собрания, чтобы принеси во все сожжение или в жертву о спасении, угодную Господу, в приятное благоухание. Если кто заколет вне стана и ко входу с кинию собрания не принесет, чтобы представить в жертву Господу перед жилищем Господнем, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их перед Господа ко входу с кинию собрания, к священнику, и заколали их Господу в жертву мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа с кинию собрания, и воскурит туг в приятное благоухание Господу, чтобы они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу с кинию собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее. Потому что душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлет живущий между вами не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами на ловле, поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вычищ крови ее и покрыть ее землею. Ибо душа всякого тела есть кровь его, а она душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвичину или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежи свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежь своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Левит, 18 глава. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилю, мы скажи им, Я Господь Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления мои, и законы мои, которые исполняет человек, будет жив. Я Господь Бог ваш. Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы ее. Наготы дочери сына твоего или дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твои, твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившиеся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай И к жене его не приближайся, она тетка твоя Наготы невестки твоей не открывай Она жена сына твоего, не открывай наготы ее Наготы жены брата твоего не открывай Это нагота брата твоего Наготы жены и дочери ее не открывай Дочери сына ее и дочери дочери ее не бери Чтобы открыть наготу их А они единокровные ее Это беззаконие Не бери жены вместе с сестрой и ее Чтобы сделать ее соперницей Чтобы открыть наготу ее при ней При жизни ее И к жене во время ощущения нечистоты Не приближайся, чтобы открыть наготу ее И с женой ближнего твоего не ложись Чтобы излить семя и оскверниться с нею Из детей твоих не отдавай на служение Молоху И не без чести имени Бога твоего Я Господь Не ложись с мужчиной, как с женщиной Это мерзость И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него И женщина не должна остановиться перед скотом для совокупления с ним Это гнусно Не оскверняйте себя ничем этим Ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоню от вас Я осквернилась земля Чтобы и вас не свергнула с себя земля Когда вы станете осквернять ее Как она свергнула на народы, бывшие прежде вас Ибо если кто будет делать все эти мерзости То души, делающих это, истреблены будут из народа своего Итак, соблюдайте повеления мои Чтобы не поступать по гнусным обычаям По которым поступали прежде вас И чтобы не оскверняться ими Я Господь Бог ваш Левит Глава 19 И сказал Господь Моисею, говоря Объяви всему обществу сынов израилев и скажи им Свят ты будьте, ибо свят я Господь Бог ваш Бойтесь каждой матери своей и отца своего И субботы моих храните Я Господь Бог ваш Не обращайтесь к идолам И богов литых не делайте себе Я Господь Бог ваш Когда будете приносить жертву Господу мирную То приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение В день жертвоприношения вашего И на другой день должно есть ее А оставшееся к третьему дню Должно сжечь на огне Если же кто станет есть ее на третий день Это гнусно Это не будет благоприятно Кто станет есть ее Тот понесет на себе грех Ибо он осквернил святыню Господню И истребится душа та из народа своего Когда будете жать жатву на земле вашей Не дожинай до края поля твоего И оставшегося от жатвы твоей не подбирай И виноградника твоего не обирай до чиста А падавших ягод в винограднике не подбирай Оставь это бедному и пришельцу Я Господь Бог ваш Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга Не клянитесь именем моим во лжи И не бесчестий имени Бога твоего Я Господь Бог ваш Не обижай ближнего твоего И не грабительствуй Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра Не злословь глухого И перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему Бойся Господа Бога твоего Я Господь Бог ваш Не делайте неправду на суде Не будь лицеприятен к нищему И не угождай лицу великого По правде суди ближнего твоего Не ходи переносчиком в народе твоем И не восставай на жизнь ближнего твоего Я Господь Бог ваш Не враждуй на брата твоего в сердце твоем Обличи ближнего твоего И не понесешь за него греха Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего Но люби ближнего твоего, как самого себя Я Господь Бог ваш Уставы мои соблюдайте Скота твоего не своди сеною породою Поле твоего не засевай двумя родами семян В одежду из разнородных нитей и шерсти льна Не одевайся Если кто переспит с женщиной А она раба, обрученная мужу Но еще не выкупленная Или свобода еще не дана ей То должно наказать их, но не смертью Потому что она не свободная Пусть приведет он Господу ко входу с киньей собрания жертву повинности Овна в жертву повинности своей И очистит его священник овном повинности перед Господом От греха, которому он согрешил И прощен будет ему грех, которому он согрешил Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам И посадите какое-либо плодовое дерево То плоды его посчитайте за необрезанные Три года должно посчитать их за необрезанные Не должно есть их А в четвертый год все плоды его должны быть посвящены Для празднест Господних В пятый же год вы можете есть плоды его И собирать себе все произведения его Я Господь Бог ваш Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте Не стерегите головы вашей кругом И не порти края бороды твоей Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем И не накалывайте на себе письмен Я Господь Бог ваш Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда Чтобы не блудодействовала земля И не наполнилась земля развратом Субботы мои храните И святилище мое чтите Я Господь Не обращайтесь к вызывающим мертвых И к волшебникам не ходите И не доводите себя до осквернения от них Я Господь Бог ваш Перед лицом седого вставай И почитай лицо старца И бойся Господа Бога твоего Я Господь Бог ваш Когда поселится пришлец в земле вашей Не притесняйте его Пришлец, поселившийся у вас Да будет для вас то же, что туземец ваш Люби его, как себя Ибо и вы были пришельцами в земле египетской Я Господь Бог ваш Не делайте неправды в суде В мере, в весе и в измерении Да будут у вас весы верные Гири верные, Ефа верные и Гин верный Я Господь Бог ваш Который вывел вас из земли египетской Соблюдайте все уставы мои И все законы мои И исполняйте их Я Господь Бог ваш Субтитры сделал DimaTorzok